Медведи действительно ходят по улицам края. Корреспонденты АИФ на Алтае разместили видео, на котором отчетливо показано, как медведь ночью ходит по автозаправке. Прогулку зафиксировали камеры видеонаблюдения. Инцидент произошел вверх в Бийске. Медведя обвиняют также в том, что он повредил машину местного жителя. На кадрах видно, что у азовы биты стекла, повреждена обшивка и даже оставлены следы преступника. Но, кстати, экологи связывают такие прогулки с тем, что медведям в этом году просто не хватает еды. Жить активно, мыслить позитивно призывают Бийске рабочие. 40 женщин и мужчин возраста 60 плюс смогли поправить физическое здоровье под руководством опытных тренеров. Они с удовольствием тестировали на прочности качества тренажеры последнего поколения, в точности повторяли движения на растяжку, дыхание в зале лечебной физкультуры. Многие пришли в фитнес-клуб впервые, а кто-то даже приехал из близлежащих сел. Проект благотворительный и занятия для пожилых организованы бесплатно. По итогам снимут документальный фильм. Яблони, спиреи и тополя высаживают в Барнауле. Комсомольская правда на Алтае сообщает, что всего до конца ноября в краевой столице высадят около 500 новых деревьев и почти 3300 кустарников. На это потратят чуть больше 19 миллионов рублей. В Барнауле готовят выставку рисунков к произведениям писателей региона, сообщает официальный сайт правительства края. 17 октября в Государственном музее истории, литературы, искусства и культуры откроют выставку «Природа. Хрупкая душа». Экспозицию собирают ежегодно из работ, которые присылают на экологический детско-юношеский конкурс. В этом году из 213 выбрали около 80 иллюстраций. Выставка будет работать до 23 ноября. На церемонии закрытия гласят имена и наградят победителей конкурса. Барнаульский кондуктор превратила автобус в галерею картин дочери. Салон украшен работами из соломы. Видео с корреспондентами комсомольской правды на Алтае поделился барнаульский писатель Сергей Тепляков, который оказался в числе пассажиров автобуса номер один. Кондуктор рассказала ему, что дочери 12 лет, она давно увлекается творчеством, и они вместе таким образом хотят сделать мир добрее.